Новый труженик для нужд самовиации. В Наринмар из Бурякии прилетел обновлённый вертолёт Ми-8. 17 мешков красной рыбы. Сотрудники полиции задержали браконьеров с особо крупной партией ценного улова. Поделятся опытом. Организации, которые трудоустраивали подростков на время летних каникул, расскажут о своём опыте. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Новобранец прибыл в Наринмар. Сегодня из Улан-Удэ прилетел Ми-8АМТ – новый вертолёт для санавиации Ненецкого округа. Встречать крылатую машину пришла делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным и руководителем Наринмарского авиаотряда Валерием Остапчуком. Экипаж вертолёта проделал долгий путь из столицы Республики Бурятия через Томск, Нижневартовск до места основного базирования аэропорта Наринмар. Как выглядит новобранец вертолётного парка и чем отличается от своих предшественников, увидела наша съёмочная группа. Неблизкий путь протяжённостью в 3,5 тысячи километров и 4 дня пройден. Экипаж нового вертолёта Ми-8АМТ прибыл в Наринмар. Аэропорт Заполярной столицы станет новым домом для новой авиатехники. Он построен в Улан-Удэ на авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» специально для нужд санитарной авиации. Уже как 70 лет Крайний Север не может существовать без этой службы. Летающие бригады спасают жизни северян из самых отдалённых поселений округа. Мой вертолёт от обычного отличается тем, что на него может монтироваться медицинский модуль. И на борту вы можете увидеть специальные разъёмы, куда этот модуль подключается. На сегодняшний день, если происходят какие-то сложные санитарные задания, медики везут с собой к нам на борт большое количество оборудования, реанимационного оборудования и всё, что им необходимо. А этот медицинский модуль уже будет включать в себя это оборудование, уже будет находиться установленным на вертолёте, подключенный к питанию вертолёт. В авиапарке предприятие – это первый вертолёт модификации АМТ. Для освоения нового типа воздушного судна персонал авиационно-технической базы прошёл обучение. Сертификаты получили шесть авиатехников, которые будут стажировать остальных сотрудников. Данная модификация вертолёта Ми-8 отличается энергетикой. Другие генераторы стоят, модернизированный стоит автомат перекоса, гаситель вибрации, усиленная трансмиссия. Ну, это главное отличие. Авиапредприятие закупило вертолёт на условиях льготного лизинга, который предоставляет государственная транспортная лизинговая компания по поручению правительства России. 34 региона получили субсидии на софинансирование санавиации на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Из них Неницкому округу направлено 54,5 миллиона. Федеральная поддержка региону оказана в рамках приоритетного проекта обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах НАО. Таких вертолётов было выпущено в этом году 23 вертолёта Ми-8 и 6 вертолётов Ансад. В следующем году программа будет продолжаться. Мы будем претендовать ещё на один вертолёт Ми-8, либо его модификацию АМТ, МТВ. Нам ещё предстоит определиться. Обновление авиапарка позволит ускорить сроки поступления экстренных пациентов из отдалённых территорий в медицинские организации более высокого уровня. В прошлом году санитарная авиация выполнила 288 экстренных полёта. Помощь оказана 570 гражданам, из которых 45 дети. Кроме того, летающие бригады врачей оказывают помощь работникам нефтяных компаний. Вы знаете, что до прошлого года, 26 лет, парк не обновлялся. И как ни было бы нам тяжело, мы совместно с руководством авиаотряда, с Валерием Генчим, оступчиком, генеральным директором, рассматриваем различные варианты обновления парка. Вы знаете, мы в прошлом году поставили на линию два воздушных судна ТВС-2МС, и пассажиры, жители наших населённых пунктов уже ощутили на себе всю разницу, скажем так, между обычным А2 и обновлённым, более современным судном. Вместе с экипажем в новом вертолёте прилетела документация. 10 сумок с паспортами на каждый агрегат, от лопасти до двигателя. Когда все документы будут готовы и подписаны, машина начнёт свой трудовой путь в небе над округом. В Наринмаре изъята самая крупная партия сёмги за последние несколько лет. Браконьеров с их богатым уловом поймали прямо в черте города. Нелегальные рыбаки как раз возвращались с незаконного промысла. Правда, на берегу их встречали не только подельники, но и оперативная группа. Все подробности в нашем следующем сюжете. Этот внедорожник стоит здесь не просто так. Товарищи по цеху в указанном месте и к назначенному часу ожидают лодку с ценным грузом. Автомобиль с прицепом, видимо, должен был увезти всё это подальше от лишних глаз. Но не тут-то было. На берегу совхоза браконьеров уже поджидали полицейские. Правоохранителей вызвал сотрудник Центра природопользования после того, как в учреждение поступила оперативная информация. Осмотрев причалившую лодку, полицейские начинают вытаскивать содержимое. Всего из казанки выгрузили на берег 17 полных мешков с рыбой. Данные водно-биологические ресурсы сотрудниками полиции сейчас изъяты. Проводится и осмотр место происшествия. В дальнейшем будут проведены мероприятия по возбуждению уголовного дела. Самое интересное началось, когда оперативники начали вываливать рыбу из мешков. На землю посыпались десятки крупных рыбин. Один экземпляр больше другого. Хвосты по 10, 15 и даже около 20 килограммов веса. Улов действительно богатый. Если перевести его в денежный эквивалент из расчета минимальной цены, то только семги здесь тысяч на триста. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в лодке находилось 87 экземпляров рыбы породы семга со следами опечеивания. Это свидетельство о том, что эта рыба была поймана. В дальнейшем будет проводиться проверка по данному факту, где она была поймана и при каких условиях. Помимо огромного количества семги, в числе изъятой рыбы находится и нельма. А это уже совсем другая статья уголовного кодекса, ведь этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. Надо сказать, что такой большой партии браконьерской рыбы в этом сезоне еще не изымали. Последний раз крупный незаконный улов сотрудники Центра природопользования вместе с полицейскими обнаружили на территории Ненецкого заповедника. Нелегального рыбака взяли в феврале этого года с 54-мя хвостами нельмы. Сейчас этот мужчина находится под следствием. Под следствием совсем скоро окажется и наш сегодняшний герой. Впрочем, показать наглеца мы не можем. Как только наша съемочная группа появилась на месте происшествия, он спрятался в автомобиле и просидел в нем, скрываясь от видеокамеры. Наказание жадному браконьеру определит суд. Сейчас можно только предположить, что мягким приговор точно не будет. Объем незаконно выловленной рыбы тянет на особо крупный размер. А четыре хвоста нельмы добавят тяжести этому преступлению. Надежда Хабарова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Работодатели поделятся опытом трудоустройства подростков. Губернатор попросил подчиненных обобщить в сентябре окружной опыт по привлечению к работе несовершеннолетних. В компании по трудоустройству в период летних каникул в Ненецком автономном округе приняли участие уже 754 школьника. Всего же от подростков и их родителей поступило 865 заявлений о трудоустройстве. Глава региона Игорь Кошин попросил исполняющего обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Павла Шевелева систематизировать накопленный опыт. В сентябре соберите, пожалуйста, руководителей и организаций работодателей, которые особо активно участвуют в данной программе. Обсудите, что получилось по итогам летнего сезона, а что нет. Возможно, у работодателей будут какие-то предложения, чтобы к следующему году мы смогли их учесть. Ведь важен как положительный опыт, так и отрицательный, отметил Игорь Кошин. Он напомнил, что в следующем году планируется провести кампанию по трудоустройству не только подростков, но и студентов, возвращающихся в округ на летние каникулы. Власти округа призывают охотников соблюдать правила охоты. По словам руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Сергея Андреянова, в период сезона весенней охоты были выявлены нарушения правил ее ведения. Так, не все охотники предоставили в установленные сроки обязательные сведения о добыче охотничьих ресурсов, а также нарушали сроки ведения охоты. В рамках охотничьего надзора нами направлено 63 уведомления о составлении протоколов в связи с непредоставлением в установленные сроки сведений о добыче охотничьих ресурсов в период весенней охоты. Хотелось бы обратить внимание охотников на необходимость соблюдения правил охоты. Памятки есть на сайте Департамента и на бумаге также в Департаменте. Предоставить сведения о добыче охотничьих ресурсов необходимо в течение 20 дней после окончания сроков охоты. В противном случае на охотника составляется протокол, который влечет наложение штрафа на сумму от 500 до 4000 рублей. По предварительным подсчетам профильного департамента не поступило около 70 отчетов. В целом в этом году было выдано более 1800 разрешений на весеннюю охоту. Каждый охотник за весь период мог добыть по 20 гусей-казарок и 20 селезней. Осенний-зимний сезон охоты на территории Окурга откроется через две недели – 26 августа. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов началась с конца июля. Уже выдано около 20 таких документов. Школа будет готова! Подрядчики школы в селе Нижняя Пеша планируют сдать объект в этом году. Принести радость ребенку. В отделении Красного Креста принимают одежду и констовары для семей в трудном положении. Маленькие жители Нижней Пеши в этом году переступят порог новой школы. По крайней мере, так обещают подрядчики. Сейчас на объекте ведется обустройство площадки, а также устранение замечаний пожарного надзора. Ход работ проинспектировал глава региона Игорь Кошин. Да, значит, у нас есть требования – метр двадцать, если есть начальная школа. Высота перил должна быть не ниже 120 сантиметров. Подрядчики, видимо, решили перестраховаться и сделали метр пятьдесят. Свежие сварочные швы – как доказательство проведенной работы над ошибками. В роли строгого проверяющего – Светлана Мащенко. Она скрупулезно оценивает, все ли требования пожарной безопасности соблюдены. Пока нареканий нет. Мы постоянно созваниваемся, подрядчики идут навстречу, консультируются и по мере возможного устраняют. Если они до первого сентября успеют все сделать, как обещали, то, естественно, мы съездим, проверим и с удовольствием откроем, чтобы дети учились в новой, светлой, красивой школе. Дня, когда новая школьная гавань начнет принимать учеников, ждут всем селом. Сейчас ребята вынуждены ютиться в нескольких зданиях, совсем не предусмотренных для обучения. Новую школу начали возводить еще в 2012 году, а первый звонок планировали провести еще в 2014. Но, как часто это бывает, подрядчики взялись за дело, а потом куда-то пропали. В итоге строительство затянулось на долгие 4 года. Подрядчик заверяет, все неполадки, нестыковки и недоработки устранены, а проблем при возведении школы возникало немало. Это потому, говорит губернатор, что проектно-сметная документация разрабатывалась без должного изучения особенностей местности и рельефа. Заказчик изначально подошел очень некомпетентно к вопросу проведения изыскания. И вот отсюда все эти вещи. И место. Очень топкое. Изыскание, об этом и речь. Изыскания были проведены не совсем эффективно. Вот, собственно говоря, результат. Побывал Игорь Кошин в детском саду Нижней Пеши. Здесь заведующий был озвучен ряд проблем. В частности, в здании для малышей холодно. Кроме того, не работает установка по очистке воды. Просил Холодова, просил Михеева. Вот это все-таки разобраться с водоочисткой. До сих пор проблема не решена. Поэтому у меня просьба. Вот мы вернемся, когда руководство Полярного района дернете, и пусть они в телевизор пообещают, когда они решат эту проблему. Проблема вроде и формального характера. Водоустановка находится на балансе детского сада. Детский сад находится в ведении Ненецкого округа. А обслуживать эту водоустановку может только Севержилкомсервис, подведомственное учреждение Заполярного района. В итоге из-за этой бюрократической проволочки система водоочистки не работает уже два года. Надо было разделить этот объект. Вот, а сегодняшний день чем занимается и детский сад непосредственно в Пеши. То есть они в феврале к нам написали письмо, чтобы готовы ли мы принять к себе эту водоустановку. Мы, в свою очередь, запросили в Севержилкомсервис, что согласны они потом дальше взять ее в Кусведни или нет. В марте месяце мы написали ответ, что мы готовы забрать к себе и дальше эксплуатировать, и, в принципе, воду отпускать уже по тарифу, который установлен в Севержилкомсервису. Поэтому тут сейчас надо детскому саду оформить все документы, православные документы, как на установку, так и, соответственно, землю, потому что сейчас объект без земли передаваться не может. Все, дальше мы передадим в Севержилкомсервис. Со слов Надежды Михайловой, как только руководство детского сада подготовит и направит в Заполярный район все необходимые документы, проблема будет решена. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», село Нижняя Пеша. Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, рисовать новыми карандашами и заполнять яркий дневник. Это помнит каждый школьник, бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость своему ребенку. Чтобы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя обделенными, в Наринмаре стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Действительно, на сегодняшний день есть семьи, в которых воспитываются дети, семьи малообеспеченные, семьи в трудной жизненной ситуации. Поэтому вот такая необходимость, она у нас есть ежегодная. Потому что понятно, чтобы ребенок успешно учился, его нужно, в общем-то, обеспечить всем необходимым. Уже обеспечивает, несмотря на то, что начало акции было объявлено 9 августа, с первых дней неравнодушные граждане стали приносить вещи. Ведь ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практически все. Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества, школьная форма, портфели, спортивная одежда. Эти предметы для успешной учебы ждут не только маленькие жители Наринмара, но и ученики сельских поселений. Заявления поступили уже из поселка Красного, из поселка Нальминоз. То есть мы охватываем еще и сельскую территорию. В общем-то, да, акция носит заявительный характер. Но прежде всего, вот нам обратили специалисты отделения помощи семье и детям. Они осуществляют патронаж этих семей. Это все будет доставлено по назначению. Все пересчитывается, то есть ведется особый учет. И с приглашением специалистов отделения помощи семье и детям, детям волонтеров. То есть это все будет распределяться по школьным таким наборам и по действительно особой нуждаемости. И еще обязательно учитывая возраст школьников. Внести свой вклад в портфель каждого нуждающегося ученика могут не только жители округа, но и предприятия и организации. Канцелярские и другие школьные принадлежности будут приниматься до 31 августа по адресу город Наринмар, улица Рабочий, дом 17А, в здании комплексного центра социального обслуживания. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Ненецком округе отпразднуют Всероссийский день физкультурника. Он отмечается в России во вторую субботу августа, начиная с 1980 года. Как отмечают организаторы праздничных мероприятий, спортивная школа труд только в окружной столице. В этот раз соберутся до 200 спортсменов-любителей. Также спортивные мероприятия пройдут в сельских поселениях. В окружной столице день физкультурника отметят на стадионе спортивного комплекса «Лидер». Там пройдут соревнования по мини-футболу, стритболу и армрестлингу. Все желающие, кто хочет проявить себя, пропагандировать спорт, физическую культуру, здоровый образ жизни, могут прийти поучаствовать в любая команда, которая может там дворовая даже объединиться, прийти, подать заявку и поучаствовать в турнире. Заявки можно подать прямо непосредственно уже на стадионе. В полдесятого мы собираем все заявочки, формируем их, делаем жеребьевку и начинаем турниры. На участие в соревнованиях по мини-футболу уже заявились команды из Красного и Нель Миноноса. Они намерены приехать в Наринмар для участия в турнире. Мероприятия, приуроченные ко дню физкультурника, пройдут и в сельских поселениях. Во всех деревнях, которые непосредственно являются филиалами нашей спортивной школы, во всех будут проходить различные спортивные мероприятия, физкультурные и спортивные, с детьми, со взрослыми. Очень много мероприятий, например, по 4-5 мероприятий в каждом филиале будут задействованы. В сельских поселениях мероприятия ко дню физкультурника пройдут с 11 по 14 августа. В Несе откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. Веселые старты, а также турниры по шашкам, волейболу, футболу и другим игровым видам спорта организуют в Оксе, на Котке, на Красном, Нижней Пёше и на Льминомносе. Спортивная школа труд проведет турнир по настольному теннису. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.3wtrk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...